Здравствуйте! Мы находимся с вами в Эстонском национальном музее. Я гид Анна Венчикова. Выставка Эхо Урала, где представлены все финно-угорские народы России. Давайте посмотрим, какие отображены мордовские народы, через какие обычаи и традиции рассказывают о нас, о Мокше и Эрзе. Эстонский национальный музей имеет огромную коллекцию финно-угорских хитнографических предметов, одну из самых больших в мире. Следует заметить, что первыми предметами, которые положили начало фондам родственных народов, стала коллекция из семи предметов Мордовская коллекция, собранная в 1913 году Петером Сави в Саранском уезде Пензенской губернии. Уникальная атмосфера Волжского зала, где создает настроение летний день. Играется свадьба и сразу у ворот нас встречают с песнями и танцами. На самые большие праздники и свадьбы мы традиционно одеваем самые красивые национальные костюмы. Красота Мокшанского и Эрзеанского костюма, показанная на выставке. Финский ученый Ильма Риманнинен писал, что Мокшанские и Эрзеанские женщины очень старательно вышивали свои рубашки и головные уборы. Девочки с раннего детства осваивали рукоделие. Учились шить, вязать, прясть, ткать, чтобы приготовить себе приданное и подарки после замужества. Каждая девушка вышивала и шила одежду себе сама, и поэтому можно было судить о ее вкусе и умении в рукоделии. Вышивка и элементы национальной одежды, украшения играли разную функцию и значение. Так, например, по разным элементам, расшифровывая их вышивкой или орнамента, мы могли сказать о семейном положении женщины, социальный статус, материальное состояние, а иногда можно было сказать, какому роду принадлежала девушка или женщина. Так, например, по манекену мы можем сказать перед нами головной убор замужней женщины разным признаком, поясное украшение булай тоже элемент замужней женщины, и по вышивке и украшениям можно сказать о материальном состоянии женщины. Если девушка использовала в узорах семейные или родовые знаки, то мы могли сказать, какому семейству роду принадлежит девушка. Вышивка занимала огромное положение или значение у женщин и занимала также очень много времени. Так, например, национальный полный костюм мог занять при вышивке примерно один год. Сам праздничный костюм очень многокомпонентный, и эта многокомпонентность иногда не дает возможности одеть костюм самостоятельно. Когда девушка или женщина одевалась на свадьбу или на праздник, то костюм вместе с украшениями мог весить до 14 килограмм. Важное значение женскому рукоделие занимает также изготовление украшений из ракушек каури, из монеток, из бусинок и также из жемчуга. Украшения носили как макшанки, так и рязянки в большом количестве, независимо от материального состояния, но и более богатых и зажиточных в украшениях было больше серебра. Наверное, вы слышали выражение мордовских женщин, что можно было сначала услышать, а потом только увидеть. Из-за большого количества, на грудных и на бедренных шуршащих и извинчащих украшений макшанок и рязянок можно было услышать издалека. Считалось, что свинящие серебряные монеты и шуршащие украшения могли поберечь от сглаза. Женетьба — одно из самых важных событий в жизни человека. На готовность к семейной жизни показывают не только возраст, но и навыки и умения, которые осваивали сразу же с детства. Молодые мальчики с самого раннего детства учились мастерству по дереву. Так, например, в некоторых деревнях молодой человек мог жениться только тогда, когда осваивал мастерство колодного пчеловодства. Рязянские макшанские мужчины известны как очень умелые мастера по дереву. Для замужества необходимо приданные подарки в виде полотенец, рубах и холста. Все это молодая девушка готовила за много лет до свадьбы, и по ним свадебные гости оценивали ее мастерство. Женетьба была не только делом жениха и невесты. Это касалось всего рода, поэтому в свадебной обрядности было много обычаев, которые содействовали заключению новых родственных связей. Особое значение имеет выдолбленная из липы катка-парь, в котором невеста перевозит свое преданное в свой новый дом. Катку изготавливают для девушки отец, брат или в некоторых областях может подарить ей свекор. Считается, что парь хранит в себе как беззаботное девичество, так и будущее счастье замужней женщины. Узоры, вырезанные в верхней части катки, носят оберегательную функцию и должны обеспечить счастье и благосостояние девушки в новой семье. Само название авань-парь в переводе с макшанского языка означает женская катка, принадлежит только женщине, не является общим имуществом супругов, передается по женской линии от матери к дочери. И если в семье не было девочки, а вдовев, муж должен был передать катку в семью жены. Особенное набедренное украшение ирзианских женщин пулай-пулагай. Пулай является элементом костюма замужних женщин. Надевали женщины фертильного возраста, также могли одеть и молодые девушки на большие праздники и после перехода в половозрелый возраст. Пулай имеет магическую оберегательную функцию. Считалось, якобы дурной взгляд мог затеряться в длинных крученых шерстяных нетях, которые достигали 30-40 сантиметров в зависимости от роста женщины. Национальные украшения соответствовали также понятиям, национальным понятиям о красоте. Во внешнем облике девушек и женщин ценилось широкие бедра, толстые крепкие ноги, которые свидетельствовали о ее хорошем здоровье и выносливости. Так пулай и различные поясные украшения добавляли нужного объема. Такими нас увидели эстонские этнографы. О самых важных обычаях и традициях рассказывают о нас, о народах Мокша и Эрзя. Подчеркивая наш традиционный образ жизни, верование и мировоззрение, фоном рассказывают наши сказки и поются наши чудесные протяжные песни. Субтитры создавал DimaTorzok